Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 8 марта По одному из календарей у славян 8 и 9 марта праздник Лады и Лели, весенний праздник Матери-Земли. По народному месяцу слову – Поликарп, кислые девки. В этот день христиане чтят память священно-мученика Поликарпа Смирнского, епископа, жил в городе Смирне, Малая Азия, конец первого – начало второго веков. В народе говорили, что девушкам, которые не успевали найти жениха и выйти замуж до этой поры, теперь ждать придется до лета. За это праздник получил название «Кислые девки». В Поликарпов день девицы тосковали по замужней жизни и прятали свои наряды и приданное в сундуки до лучших времен. Однако весь день они грусти не предавались, совершалось множество обрядов на привлечение женихов. Один из них такой. С позаранку девушки заводили опару, которую ставили в теплую печь. Из поставленного кислого теста они пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими кислыми девками. Считалось хорошей приметой отведать пирога, приготовленного чужими руками. Это обещало близкое замужество. После посиделок проводился еще один обряд. Для него девушки выходили за околицу селения, набирали в подол сарафана снег и пололи его. Перебирали и выбрасывали обратно в поле с приговором. «Полю-полю проса на девичью косу, где мой женишок, там собачка взвой, подай свой голосок!» Считалось, если после этих слов девушка слышала собачий лай, то в девках ей осталось быть недолго. В этот день крестьяне определяли, сколько еще лежать снегу. На поверхность сугроба укладывали соломинку. И после того, как она проваливалась, отчитывали месяц, когда земля должна была открыться полностью. В этот день наблюдали и за сороками. Если птица лезла под стряху избы, то это обещало приближение ненастья и в юге. Стрек от сороки у дома предвещал новости или приход гостей. Если птица скакала по крыше дома, в котором был больной человек, то это обещало его быстрое выздоровление. И еще примечали «Туманный день к дождливому лету». Если слышно крик Тетерева, значит скоро потеплеет. Если грачи бьют гнезда с южной стороны, значит лето будет холодным и сырым. Если лед на поликарпов день не ушел, весь весенний лов на нет сойдет. Нужно учитывать, что верность многих примет – дело местное и зависит от того, на севере, в средней полосе или на юге Руси вы живете. Так что слушайте и поправку делайте. А по одному из календарей у славян 8 и 9 марта праздник Лады и Лели – весенний праздник Матери-Земли. Это день Матери Миров, Богородицы богини Лады. Она приходила к предкам в образе молодой замужней женщины, очень нежной и мягкой. У Лады есть дочка Леля, стройная и веселая, с веночком на голове и певучим нравом. Это девушка на выданье, которая просыпается от зимнего сна. Там, где она появляется, оживает природа, небо лазуревым становится. Еще ярче светит солнце, влюбленное в молодую Лелю. Звенит весенняя птичья песня и пестреют разноцветные цветы. Богиня Леля – покровительница любви, брака и многих других щедрот. Потому как зима еще в это время дает о себе знать и иногда засыпает землю снегом, на праздник Лады и Лели дети призывают весну. Благослови, матьи, ой, ладушка, матьи, весну зазывайте, зиму провожайте. Лада – мать богов, старшая рожаница, богиня мирового Лада, покровительница родов, женщин, детей, семейного союза, женских дел, любви, урожая, плодородия. Женское воплощение рода Всевышнего – жена Сварага. Матушка Лада приходила к людям со Сварагом и передала божественные знания, веды, миру. Все богини – это ее олицетворение и проявление. Она – мать двух первооснов жизни – Лели – воды, женственности, и Полеля – огня, мужественности. Лада – богиня жизни, весны, рождения, ржи зерна, которая творит и воскрешает замерзшую за зиму природу, делает землю плодовитой. Следовательно, каждый зародыш, каждое зерно для нее – это частица Алатыря, частичка Сварага, потому она обо всем живом и подрастающим заботится, силы дает и к свету направляет. Лада – это мировая любовь, являющая основой творения и существования. Матушка Лада после смерти человеков собирает души праведников, которые стали искрами ведогня Сварожьего, и идет в мир людей, вкладывая их в лоно женщинам, которые хотят ребенка. Есть легенда, которая гласит, «Прилетая на небесной кореснице, запряженной парой голубей и парой лебедей, богиня Лада разжигает огонь небесных звезд, прогоняя злые силы, выводит из-за холодных туч сияющее солнце. Великая матушка Лада принесла миру живую воду Ирия, придя к людям по радуге с младенцем Божичем на голове. В руках она держит яблоко и виноградную лозу. Младенец символизирует мир Яви, солнце – дождь Бога. Яблоко – яйцо-райцо, начало всего сущего, камень-алатырь, солнечный крест, а виноградная гроздь – счастье и плодородие. К пожертвованию Ладе приносят оладьи, кашу, хлеб, сыр, мед, молоко, масло, крупы, пироги, нити, фигурное печенье, зерно, платки, полотно, шерсть, посуду. Приносили ей дары и женщины, которые не могли иметь детей, чтобы она способствовала зачатию. Тем, кто чтит богов и предков своих и следует заповеди Млады Богородицы, предсказывает она устами ведающих женщин счастье и судьбу. Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы Бckoк Б proноцик Боя-месяцы с мифом